На домашнем, но сейчас тоже его надо озвучить, называется «Отец ожидаем». Я не буду вас спрашивать, потому что, в принципе, уже и так все догадались, но мы нигде не видим, что когда ты заходил в комнату, перед тобой вошел отец. И нигде не указано, что он туда вошел. Значит, мы можем и имеем право сделать вывод, что он там уже был. То есть ты вошел в комнату, где был отец. А когда он тогда туда вошел, или как он узнал, что ты туда придешь? Лично мое убеждение, что Отец ожидает тебя там всегда. Он всегда там ожидает. И он ожидает своим присутствием. И второе, что нам может на это указать в этом стихе, здесь написано «Отец, который невидимо находится». А, это у меня другой перевод, я сейчас все, да, я вам открою. Заговорит, и помолись отцу тому, который в тайне, и Отец твой видящий в тайне. Здесь о Боге сказано, что Он видящий. Хотя в большинстве случаев о Боге говорится, что Бог слышит нас. А здесь сказано, что Бог видит. Значит, Он там присутствует. Значит, Он с тобой не по телефону говорит. Он с тобой находится один на один. В глаза в глаза Он тебя видит. Значит, Он там есть. Он там будет. И Он тебя там ожидает. И Он тебя там видит. Вы видите, сколько в одном стихе мы уже нашли, да? Обычно уже первая особенность была, что обычно тебе говорят «проси», а здесь просить не надо. И обычно тебе говорят, что Отец тебя слышит, а Дух всегда рядом, а здесь Отец тебя видит. То есть Отец действительно там с тобой. Не будет тебе никакого доказательства стопроцентного иного. Потому что здесь нужна только вера. Тебе надо только верить, что когда ты приходишь в тайную комнату, твой Отец там. Здесь уже все в этом стихе доказано. Это сам Иисус говорил. И если для тебя этого недостаточно, то другого доказательства Он дать не может. И даже если тебе кажется, что Он молчит, Он все равно там. Третий принцип – это принцип воздаяния. И для себя, и для вас я хочу назвать его принцип любви. Он на следующих строчках у нас основан. Отец твой видящий тайны воздаст тебе явно. Обычно мы думаем, мы не знаем, вот там Паша, например, не пришел в церковь. А не так даже. Паша, например, простыл. Мы такие, вот он, в прошлый раз в церковь не пришел. Это Бог ему воздал. Мы привыкли искать воздаяние, ну, как плохое, как нечто плохое, что как будто бы Бог постоянно хочет тебя, как кота, натыкать куда-то. И показать тебе, что ты, знаешь, кот, ты вот не прав. Но это принцип любви. Понимаете? А он освещает. Принцип Бога – все освещать. И мы на группе тоже говорили. И вот такой пример. У Бога есть день, который Он называет день умножения. И Он говорит ангелам своим. Ну, это, кстати, не экономическая притча, сейчас будем в Библии, будь искать. У тебя такой день. Он говорит ангелам своим, несите книги моих, любимых, детей моих. Сегодня день умножения. И ангелы затаскивают книги наши, там написано Лиза, Дурся, и пошло-пыхло всех, там, и даже Рома, хотя он в конце там сидит, и Даня Гафара, хотя он спит, его книгу тоже несите. Да, любрая? Ну, и все равно, это слава Богу, главное, что Он с нами. Несите книги, и сегодня будет день умножения. И да, аминь. И все, что там написано, все по нашим делам Господь берет и умножает. Он не проверяет за нами, Он нам доверяет, Он нас любит. Сегодня день умножения, Он говорит. И то, что ты написал туда, ты сам выбирал. Я люблю тебя. И вот на женской конференции Сахиба упоминал этот пример. Очень классно сказала одна жена пастора, она сказала, она пришла в салон сделать прическу, по-моему, или маникюр. И она открыла журнал по каждому очереди. И прямо где-то на второй или третьей странице реклама ночного клуба. И на первой полосе два служителя из ее церкви. И она так... Не поняла. Взяла журнал, позвала, говорит, ребята, что это? Она говорит, они отвечают, ну мы так хотели потанцевать. Ну мы, говорит, первый раз сходили. Ну и по сути мы можем в этом увидеть, что Бог, да, Он сделал явным и вот наказал их. Нет, это любовь. Он вывел во свет то, что было во тьме. Это принцип любви. Поэтому Он и говорит, не надо много. Будь в тайне, я все буду, я буду выводить во свет. Просто надо помнить, что это принцип любви. Мы все всегда будем ошибаться. Никто, нет идеальных среди нас. Но этот принцип, он будет работать нам на благо. Потому что через это мы учимся. По-другому мы не можем научиться. Это наша благодать в этом. Принцип воздаяния, принцип любви очень хорошо работает в тайной понятии. И сейчас мы переходим к самому интересному, которое Бог показал именно для сегодня. Пункты, которые мы не разбирали практически. Мы после наказались на домашней группе. И это будет называться «Как обрести эту тайную комнату?» «Как обрести тайную комнату?» Вы знаете, есть местописание, я не стала его записывать. Но оно очень сложное на восприятии, потому что там больше похоже, что говорится о пророчестве, о том, как Мария родит Христа. Но многие усматривают и там принцип тайной комнаты. Когда я его читала, это местописание, оно напомнило то, что есть то, что мы не можем сами создать. Есть то, что мы можем просто как бы, как сказать, что может родиться через нас. Что может родиться через Дух. Но, когда Дух Святой приходит, Он может помочь нам вот это родить. И поэтому обрести тайную комнату мы сами не сможем. И вот здесь мы поговорим с вами о Святом Святых. Это вообще устройство скинии не придумали люди. Устройство скинии на горе Моисеев Господь диктовал. И диктовал все по пунктам, в том числе и как будет устроено Святое Святым. И чтобы понять, как будет устроено Святое Святым, Моисею надо было слушать. И вот давайте откроем пункты наши, которые нам помогут понять, как обрести. Первый пункт того, как мы можем обрести. Вот вообще даже не так, не первый пункт, а начало обретения тайной комнаты, оно начинается со слушания. Вообще, многие проповедники считают, что это вообще принцип Божий всего мироздания. Не только Евангелие, это принцип всего мироздания. Слушание — это то, с чего вообще все должно начинаться. Хотя, вы знаете, есть такой интересный факт, который тоже говорят, что пока указывает на то, что как бы мы ни стремились, мы все равно остаемся такими природными людьми. Как бы мы ни стремились к естественному Богу, Бог диктовал создание скинии, начинается Святое Святых. Но люди начали строить от запора внешнего, строя к Святому Святых. Ну то есть, вот как бы, да, Бог диктует, но все равно Он позволяет нашему мнению, то есть, это было допустимо, да, как-то менять обстоятельства. Но принцип слушания, он всегда, всегда в любом деле, он начинающий. Это как бы, как первый шаг. Мы должны услышать. Мы смотрим сейчас все на примере Святое Святых. Моисей должен был подняться на гору, выслушать, спуститься, и только потом они начали строительство. Второй пункт, это у нас идет строительство. То есть, мы услышали, например, сейчас, вы все слышите призыв. Независимо, нравится, что я говорю, или не нравится. Вы знаете, я тоже, ну, бывает вообще сама, даже себя не люблю. Но это независимо, это вы слышите призыв не потому, что я здесь. Потому что Бог, Он в каждом сердце все равно будет говорить. Независимо от отношения нашего друг к другу, или там вообще того, что происходит в мире, Бог, Он всегда будет говорить. Он сказал, я отстаю и стучу, это непрерывный процесс. Он всегда стучит. Сегодня вы слышите призыв. Значит, первый пункт у вас уже совершается. И от первого пункта начинается строительство. Ваше желание спуститься, то есть выйти, да, отсюда, и понять, как вам построить эту тайную комнату. Возможно, здесь будет какая-то дисциплина. И даже, скорее всего, вам придется первое время себя, как вы можете, я не знаю, себя дисциплинировать. Например, мне бывает, Бог сам помогает, подсказывает, например, говорит, ну, где у тебя там есть время? Выбери, туда отнеси Библию, к примеру, да, там читай. Это когда-то в начале жизни моей христианской. Или он, ну, вот из недавнего такого говорил, я что-то там тоже пожаловалась, он сказал, ну, возьми за правило, прежде чем ты захочешь вообще когда-то посмотреть какой-то фильм, отдай мне 10 минут. Пойди и отдай мне 10 минут. И вот если вы найдете себе вот такие подходы, то начнется ваше строительство, как вы сможете себя дисциплинировать. Мне, например, еще очень трудно справляться с эмоциями. Но Бог тоже показал так, что когда у тебя начинает набираться эмоциональный подъем, и уже все, ты можешь сама себе сказать нет, можешь выбрать, почему вот это земное должно тебя, должно своровать сейчас, должно тебя остановить. И, ну, вот эта практика, возможно, она у вас не сработает, возможно, вам очень трудно себе сказать нет. Но просто взять и закрыть, например, устая иногда помогает. Не всегда, конечно, но помогает, но надо тренироваться, да? Это строительство, начнется ваше строительство постепенно. Даже маленький, думаю, он не строится сзади. А ваша комната, она все равно должна быть в чем-то, да, в храм. Не можно, невозможно просто в поле поставить комнату. Это будет процесс, но вам надо попробовать начать. Да, возможно, вы начнете строить сограды, и вам сначала не будет казаться, что это какое-то глобальное, и нету там этого ковчега, и слава еще не сходит. Но вы уже начали. И поэтому от слушания рождается строительство. Надо быть, ну, не останавливаться, надо продолжать застраивать свою тайную комнату, укреплять стены, себя дисциплинировать, или, я не знаю, как у вас, вот мотивировать, просто приводить туда себя. Вы знаете, мы на группе сказали, что бывает очень часто кто-то говорит, я не умею молиться, да, или я не слышу Бога, или у меня нет этой тайной комнаты. Но человек, который хочет, он всегда найдет выход. И я помню пастор наш говорил, что у него не было места для молитвы, потому что у них жили гости, и весь дом был забит, и кругом дети, и он просто уезжал в католический храм. Он всегда открыт. И там вечерние, утренние, среди дня он всегда открыт, и там пусто. Вот реально, там никого нет, ну, ходит этим вот человеком. То есть место найти можно. Можно, я не знаю, да даже выйти в подъезд. Постараться найти место можно, там в парке на скамейку выйти. А по поводу того, что кто не умеет молиться, иногда даже не нужно уметь молиться, иногда надо просто сказать спасибо. И большего не надо. И третье, что еще говорят, что я не слышу Бога, да? Ну, мы просто пробовать обсуждали, не будем останавливаться. Но я могу сказать так. По неотступности вашей, если я буду приходить в гости к человеку, и просто садиться и молчать, и потом снова уходить, и снова приходить, то рано или поздно кто-то из нас заговорит все равно. Рано или поздно, либо вас прорвет, и вы заговорите с Богом, и наконец его услышите, либо ваши духовные уши откроются, и вы услышите, приходите и молчите. Приходите и просто молчите, если не можете, Бог, Он все равно достучится просто с верой, а то Он может сделать только на веру. Он не может это сделать, вдруг вы шли, и он, хотя он может все, да, но он должен от вас увидеть. Приходите, там, пять минут в день, и просто посидите с ним. И он начнет говорить, рано или поздно, и вот это и будет строительством. Третий пункт, это был наполнение. Когда они построили, они стали, только после этого они стали наполнять, заносили туда светильники, заносили туда чаши, поставили людей, которые будут совершать служение, которые будут постоянно готовить масло, которые постоянно будут печь хлеб в предложении, вот этот непрерывный процесс, который будут заменять. То есть только после строительства начинается наполнение, так и мы можем взять себе как прообраз того, что после того, как наша тайная комната, она в принципе уже хотя бы стала для нас постоянной, то есть обрела определенную форму, только после этого она начинает наполняться. В ней начинает, у нее вносится ковчег завета, трон Божий, в нее начинает приходить более сильное присутствие, в ней начинают открываться какие-то действия Бога прямые. и только после того, как мы построили, вот это наполнение, оно приходит, поэтому не надо бояться, что если бы начали, Бог там что-то не делает так, как нам хочется. Наполнение начинается после строительства. Четвертый пункт — это созидание, и возможно для кого-то это слово не совсем понятно, поэтому давайте поразмышляем. Может ли созидание быть строительством? Я думаю, что это разные вещи. Я думаю, что созидание — это больше сохранение того, что уже построено. Например, когда мы построили дом, мы не можем просто зайти и жить в нем бесконечно, да, мы должны смотреть там какой-то за крышей, мы должны смотреть за фундаментом, периодически там этот дом обрабатывать чем-то. Вот я думаю, что вот это и есть созидание. Дом, который наполнен живым духом, дом, в котором есть жизнь. Это созидание, да, он не пустой. И вот, знаете, вот бывает так даже говорят, что дом обжитый. Заходишь, и видно, уют дома есть. Вот это созидание, когда ты не просто затащил туда, построил классную квартиру, сделал ремонт, занес туда всякие вазочки и все. И представьте даже, если есть такая квартира, и даже через неделю вы в нее зайдете, там уже все равно будет пыль. Там уже, там все равно нет вот такой жизни. Если там нету человека, там нету жизни. Поэтому созидание, это вот это наполнение, когда мы не просто приходим и ждем чего-то, когда мы и сами вкладываем, когда мы хотим радовать Бога. Когда мы хотим, чтобы он увеличился, чтобы его присутствие, оно в этом доме увеличивалось. И поэтому и созидание, так же, как и в Скине, они постоянно должны ухаживать были. И даже, хоть и в святой святынь, заходили редко, но все равно там у них определенные были правила по тому, как переносятся. Например, когда они переходили, им же надо как-то этот ковчег переносить, а заходить нельзя. То есть у них были там специальные вот эти гардины, на которых у завеса была. Они снимали, ей накрывали, потом еще кожей накрывали, потом голубым полотном, а потом еще одним полотном. И потом только переносили. То есть это постоянное созидание. Не просто раз построили и забыли. Вы можете вообще в этих пунктах размышлять больше. И для вас, может быть, они откроются как-то по-иному. Но вот эти четыре пункта, это прямая параллель, должно быть на святой святынь. И пятый пункт, это любовь. Интересно, да, как может быть, когда мы говорили о прямом строительстве, вдруг любовь. Я думаю, что здесь речь идет о том, чем мы, в принципе, наполнены. И с чем вообще мы туда заходим, и что мы оттуда выносим. И вообще, если говорить обо мне, например, как о человеке, если, к примеру, сегодня, я, к примеру, согрешила, да, сегодня, и я думаю, что я не могу войти в тайную комнату сегодня, потому что я согрешила, и там места нет. Но вот как раз здесь и включается пятый принцип. Да, если ты в святой святых, ты бы войти не смог, но в тайную комнату ты войти можешь, потому что действует пятый принцип, все покрывающее, место для каждого. И вообще, вот это все, это образ, да, тайной комнаты, но это и для нас, да, тоже, образ. Когда мы созидаемся, и когда мы построены, наполнены, любовь — это есть принятие, несмотря ни на что, вот эта безусловная любовь, когда, ну, мне не важно, согрешал ты или нет, ты принят, ты можешь войти. Ну, мы, ну, никто не застрахован, просто даже по домам мы согрешаем, потому что, ну, мы здесь живем, и мы сюда помещены. Но вот этот принцип любви, который принес нам Христос, который помогает нам всегда войти в святое святых, всегда получить убежище, несмотря на то, что ты сделал, всегда быть принятым, и Отец все равно будет там. Потому что многие могут подумать, ну, я так ужасно согрешил, да, тайная комната открыта, но Отца там не будет. Нет, любовь говорит о том, что Отец всегда будет там. Да, и ты можешь сказать, ну, я же могу вновь упасть, но Он все равно будет там. Он всегда будет там. Потому что принцип любви, Он действует, и благодатью Своей, Он дверь всегда открыт и держит. Ты заходишь, закрываешь, и потом она вновь открыта. Он на тебя не забирается, Он всегда ждет. Великий, всемогущий Господь, Который пядью, это расстояние ладони, меряется оно от большого пальца, от самого длинного, но в данном случае указательного. Он пядью измеряет Вселенную. Вы понимаете, Вселенная для него вот такого размера, которая непрерывно расширяется. У Бога, наверное, тоже рука расширяется, или как-то. В общем, это невозможно осмыслить. Это понимание возможно осмыслить. Вот этот всемогущий Бог, Который выдохнул звезды, Который просто в миллиарды раз больше нашей земли, Он меня ожидает. И Он всегда меня примет. Давайте посмотрим следующий слайд. Псалом 70.